всем привет доброе утро собираемся на эфир с кокошниками так я ставлю камеру жду минутку другую вот вижу собираемся отлично вот сколько у нас желающих на кокошники рада всем вот машет мне да давайте еще минутку но сегодня последний эфир перед новым годом я уже нарядилась у меня здесь выбор правда большой вот сейчас мы с вами тоже все обзаведемся кокошниками как обычно еще вот минутку жду пока все собираются привет привет вижу всех питанию вижу да марину рада всем спасибо спасибо значит у нас сегодня с вами последний эфир это мой такой подарочный марафон был вот не получилось у меня как-то скромно с подарками в японском стиле поэтому прошло 8 эфиров точнее пройдет да это последний восьмой эфир вот и у меня получилось довольно большая коллекция новогодних всяких разных приятных штучек вот у вас еще есть время если кто впервые ко мне заглянул до нового года еще есть лосю сан на стусе в рван у нас тут интернациональная уже группа вот несколько участников без русского языка как-то там валяют понимают у них все хорошо получается это вообще супер классно вот и значит еще раз для тех кто не был до эфиры все записываются и выкладываются они есть в инстаграм тв вот и сейчас я собираю все на своем сайте hello hello собирается на своем сайте вот большая коллекция со всеми выкройками и прочим можете заходить на мой сайт прямо из инстаграма в профиле есть кнопочка да сразу на новогодние эфиры можно попасть вот можно просто на главную страницу вот мы сегодня с вами делаем кокошники вот у меня на голове такой сверкающий черный кокошник тоже я вся в черном и здесь черное не очень видно как сверкает но тем не менее вот здесь у меня такой красивый глиттер не белый он это черный глиттер да то есть тут вообще нет серебристого только черный мне очень понравился это мой такой будет новогодний вот наряд вот здесь разница в них вот этот чуть-чуть по-другому смотрится но опять же можно его вблизи до надевать как русские кокошники по-разному носят то есть вот в классике да они надеваются вблизи лба и тут еще всякие висюльки я уж простите не знаю как это все называется детали кокошника вот сейчас я видела современные носят гораздо дальше то есть как-то здесь прическа вышная он смещается назад вообще то что я делаю это не не классический кокошник да у кокошника настоящего у него соединение есть это как корона да то есть вот то что мы то что я выбрала вообще это называется коруна вот у нее должно быть соединение либо резиночкой либо лентами да то есть всегда это было кольцо на голову надевалась вот но я попробовала с резинками я не поняла их смысл раз тут хорошо все на проволоке держится в общем оставила скорее ободок такой то есть у нас будет переосмысленный кокошник то есть а-ля кокошник но не не классика да такая как положено вот значит у меня есть еще белый такого же плана до простой вот формы он не знаю тут видно не видно тоже блестит я уже не смогла уйти от своих у меня получилась целая коллекция не смогла у тебя своего глиттера я что-то так подсела на этот эффект всю квартиру засыпала блестками вот но это такой вот как у снегурчики это классический сначала я попробовала вообще вот на ободке такой простой формы то и самый-самый примитивный но он наверное хорош на эти когда лицо узкое у меня лицо широкое мне такое маленькое не очень чем круглее лицо дать ему тогда здесь должна быть форма как-то больше но опять же все по вкусу но этот самый такой простой значит и последнее то что я сделала этого такую типа лесную корону тут я совместила идею рогов оленьих и ягеля да то есть если кто видел мох ягель он такой белый такой красивый тоже то есть вот я как-то так то мне пришло в голову вот и ну собственно да получается такая корона но ее можно естественно вышивать расшивать это только основа я просто протестировала варианты насколько это держится насколько это все не валится с головы то есть устойчиво очень например если вы для детей делаете то вообще идеально это быстро и эффектно да ничего никуда не отваливается никаких резинок веревок то есть все хорошо да лесная да вот мне все сразу сказал что я больше похоже на ходака из игры престолу в этой короне чем на фею но ничего я я переживу в конце концов ходоки тоже же из леса пришли вот значит суть у всех одинаковая да то есть светлые да мне тоже нравится но опять же говорю что если мы тут все разные до цвет можно подобрать мне так черные лучше идут ну мне кажется ну кто светленький ему естественно белые короны подойдут можно у меня еще натуральная тут шерсть из-за того что серый глиттер но блестящий такой серебристый она немножко как бы больше в серый цвет ушла но можно говорю от глиттера все зависит какие возьмете такой цвет и будет у меня там есть например белый серебряный глиттер а есть золотой естественно если я золотом засыплю меня будет она больше как бы в желтый цвет уходить вот можно цветные вот черный глиттер который я насыпала вот он просто черный он как бы сверкает но здесь нет больше ничего только то есть можно цветные у меня и розовые есть и какие хотите но любой глиттер даст как бы оттенок да то есть какой-то на цвет вот но это просто как самая примитивная идея мне в детстве знаете папа корону делал из картона потом мама обшивала это по моему фланелью и сверху значит папа колотил игрушки стеклянные и потом наклей значит по трафарету они делали всякие узоры у нас до сих пор где-то эта корона дома есть то есть в принципе глиттер немножко напоминает это только мы не наклей да целиком валиваем всю основу вот это можно у украшать еще дальше то есть можно расшить бисером или какими-то нитками или тоже там что-то на клей посадить стразы например дети любят всякие розовые сиреневые стразы я консультировалась с племянницей моего мужа вот она у нее любимый цвет ей три года розовый естественно любимый вот так что можно проконсультироваться узнать да кому что нравится и как-то там украсить frozen сейчас все любят короче форма вот эти формы да это все примитивно все я покажу как от простой формы прийти к сложной это вообще не сложно вот но глиттер и говорю то самая проста вещь которая вот ну ты насыпал завалял и она как-то красиво блестит особенно блестит хорошо живую то есть это все всем видно и вот например когда черный так вообще благородный такой блеск красивый я даже уже думала может быть ткань такую попробовать сделать вот что будет с ней значит я сегодня буду показывать такую простую сам корону да как сделать основу вот я вам говорила что можно подобрать либо либо ободок принести с собой я сейчас все забыл сказать насчет если вопросы да вы задавайте я слежу за ленты сейчас все хорошо мне видно но если я не ответила значит слишком быстро проскочил ваш вопрос не успела вы еще раз тогда задайте повторите да я в конце еще отвечу подробно вот здесь форма видите чуть другая потому что в основе лежит ободок ободок он уже жесткую конструкцию дает да то есть его уже никак не трансформировать вот и поэтому изначально получается ну и ободок то мы носим вот тогда вот так корона не видно поэтому приходится ободок изгибать ну то есть надеваете его как тиарой такой да то есть тогда нормально хорошо держится вот не падает ничего удобно вот но если ободка нет и гораздо проще делать на основе из проволоки то есть на проволочном каркасе ровно так же как я показывала в мастер-классе по венкам когда мы делали венок на основе венок и шишек на основе из на каркасе из проволоки до обвальной шерсти то есть суть кокошника это тоже самое да только здесь вот вместо кольца у нас другая форма да еще на нарощенная какая-то вот часть то есть это все одинаково делается у меня я вот поделала несколько кокошников и поняла что мне больше нравится на проволоке шаблона нету никакого это все на глаз вырезается корона это такое дело если вам нужен конкретный шаблон то вы его и рисуете но я сейчас покажу как вот такой сделать и какой она будет кривой косой и потом вы можете из этого вырезать что захотите ну нет никаких шаблонов вот здесь но они могут быть если вам нужны я на глаз например все режу просто вот ну на глаз можно нарисовать до какие-то линии по ним порезать можете если вы переживаете что вас не симметрично вырежется то рисуете на бумаге себе и режете потом то есть все очень просто проволока у меня я в петербурге покупала флористическая такая в оплетке да она в плав пластике 1 и 2 миллиметра до толщиной 40 сантиметров длиной для таких 22 кусочка проволоки беру вот и я покажу как бы я буду делать на проволочном каркасе но покажу начало да как делать у кого ободки да ну ситуация одна и та же только ободок труднее обваливать потому что он уже я могу ввести потом просто я вам на бумаге нарисую здесь просто нету понимаете здесь нету никакого тут тут просто система была такая что здесь я вырезала порезала большой кусок шерсти на 5 частей и потом каждую часть как бы ну просто сделал такие три несимметричные да то есть не хотел чтобы они были одинаковые просто такие три пальца а в середине дырочки и здесь дырочки по вкусу но это все как бы это не было как сказать ведь они все как бы отличаются мне не хотелось чтобы они были одинаковые мне важно было чтобы они были не разные ну слушайте не надо как сказать я конечно же нарисую в конце но просто вам не нужно как сказать при надо себя так заужать да то есть вы можете взять ножницы и порезать на свой вкус как здесь вообще нету никакого ограничения то что я сделала я просто ну знаете то что говорят от балды вот я взяла и просто почикала я никак не планировала какой-то там супер схему вот но если так это принципиально то то есть листок бумаги возьму так сейчас то есть когда я просто еще к этому моменту вернусь когда начну уже собственно корону делать вот сейчас я просто вам еще пока просто когда у нас с вами будет вот так вот выглядеть то есть у нас с вами будет вот такая вот плоскость так сейчас вот такая плоскость у нас свалена будет да то есть никак не изогнутая проволока прямо лежит я буду вот такую вот строить да просто треугольник такой достраивать, а для короны, которая лесная, я достроила такую вот громадную лепешку, а потом эту лепешку произвольно порезала вообще, ободок любой можно, ну который найдется любой, я говорю, если есть возможность проволоку найти, проволока удобнее, мне кажется, потому что она, во-первых, ну проще работать, когда по прямой линии, да, а не по изогнутой, вот, во-вторых, ее можно изогнуть на любой размер, да, головы, то есть это проще, как минимум мне больше понравилось, так вот, когда у вас вот такая вот лепешка будет из шерсти, я еще ее градиентом выкладывала, да, то есть темная серая у меня, потом светлая серая и концы все белые, получается такая гигантская, вот такая бесформенная лепешка, вот, а потом просто я рисую пять лучей, вот так наметила пять лучей и по этим лучам делаю вот между ними, да, как бы разрезы, и у меня вот я пять лучей наметила, а между ними напополам прорезала, у меня получается такой, как бы из пяти частей состоящий такой полукруг, и потом то, что я прорезала, то есть вот эти вот лопасти, сейчас я, у меня получается вот так, да, порезано, и потом эти лопасти я уже произвольно нарезаю, то есть проще всего, как мы говорим, по центру вы рисуете, допустим, какие-то дырочки, дырочки не рисуйте большими, потому что мы когда их валяем, они потом растягиваются, да, то есть нарисовали дырки, прорезали, вот, и концы, например, порезали на три части, ну, хотите, делайте симметрично, хотите, несимметрично, то есть кто что хочет, вот у меня, как бы, изначально вот так было сделано, вот, и потом я порезала каждый кончик еще, как бы, на три, вот, и здесь какие-то произвольные дырочки нарезала, то есть вот, вот так начинайте делать, вам не нужно обводить ничего, потому что то, что у меня, вот, в готовом виде, смотрите, это все растянулось при валянии, то есть я на полуготовом вырезала, а потом дорабатывала все обрезанные края, растягивала, вытягивала дырки, как мне хочется, то есть вот, если вы такое нарисуете, то ваша корона не будет выглядеть, как моя, она растянется еще гораздо больше, то есть дырочки были маленькие, и все было вот так очень схематично порезано, а потом я начинаю обрабатывать все края, вытягивать, как мне хочется, да, формировать более узкие кончики, то есть вот ваша, как бы, как снежинка такая, да, вот, а потом вы начинаете уже все вытягивать, если вы, если я сейчас вот это вам обведу, то вы к такому результату не придете, вам нужно вот из такого начинать, поэтому вот что-то в таком духе нужно делать, и потом уже с этим работать и вытягивать, потому что шерсть, на которую вы режете, очень слабо сваленная, да, и вот позволяет формировать всякие разные формы интересные, да, так что, ну мы сейчас, может быть, я и эту тоже как бы частично почикаю сегодня, покажу вам, посмотрим, вот я сейчас, значит, камеру пока не опускаю, подниму немножко, просто с проволоками закончим, да, и начнем работать, значит, я буду делать из проволоки, но покажу начало с ободком, я беру две проволоки, хотя, видите, вот одна она тоже неплохо держится, но тут правило такое, чем массивнее корона, да, тем жестче основание должно быть, которое будет удерживать хорошо, хорошо конструкцию вашу, поэтому я беру просто две проволочки и их нужно перевить, вот, те, кто на ободке, значит, подождите сейчас минутку, мы уже буквально через одну минуту начнем делать, вот я просто завиваю, на себе просто нужно показать вам, потом я переведу камеру уже на стол, вот, значит, насчет шерсти, я делала все свои короны из грубого кардачоса, да, я взяла беркшав, который у меня был, полюбила очень эту шерсть, она очень пластичная, но чем хороша, как бы, она, ну, во-первых, это уже кардачос, да, мешать ничего не надо, можно из любой шерсти делать, но объемные вещи, чтобы создать, нужно много шерсти, вот, беркшав усаживается меньше, чем меринос, например, 18 микрон, соответственно, чтобы создать вот такой объем, мне понадобится меньше беркшава, чем мериноса, а это значит, что у меня будет легче деталь, соответственно, шансов, что она будет как-то заваливаться там или ломаться, меньше, то есть рыхлая шерсть, усадка меньше, соответственно, меньше вес, поэтому я из таких соображений работала с беркшавом, ну, у кого что есть, тот, кто использует, естественно, вот эта корона, они все по 20 грамм, с заключением большой, вот эта побольше, ну, я не взвешивала, ну, я думаю, грамм 30 будет весить вот эта вот, но она тоже держится, видите, за счет того, что у нее легкие детали, легкая шерсть, объемная, да, то есть у нас получается с вами вот такая вот перевитая просто проволочка, и нужно ее выгнуть просто по форме головы, да, то есть можно на себе это примерно сделать, да, то есть вот прикинуть приблизительный какой-то, и можно чуть-чуть заузить, просто, чтобы вы понимали, что вот ваша, как бы, основа будет, но мы не будем с такой изогнутой основой работать, мы ее обратно, я просто вам показала, да, как прикинуть, если у вас проволока другая, да, чтобы 40 сантиметров вот нормально получается, хорошо, на такой ободок, мы будем работать в прямой такой, прямой линии, кто с ободками, это посложнее, но тут и форма чуть-чуть другая, да, то есть здесь вот такая стоячая тиара получается, вот, значит, будете то же самое все делать, да, только на ободке, то же самое, что здесь, я покажу, как это делать на изогнутой поверхности, вот я сейчас опускаю, опускаю на стол, и нам с вами понадобится шерсть сейчас и игла для валяния, коврик для валяния, да, то есть мы сейчас будем с вами работать точно так же, как мы начинали работать с венком, то есть нам нужно обвалять основу из проволоки шерстью, вот, то же самое с ободком, то есть ободок отличается от проволоки только формой, мне не так удобно, да, как в прямом, значит, как мы начинаем работать, то есть есть разные способы, но я попробовала то, другое, мне больше нравится вот так, то есть мы растягиваем из шерсти такую ленточку, да, очень толстую не нужно делать, потому что оно будет грубая слишком основа, слишком тонкую тоже не нужно, иначе будет просвечивать ваша, может проволока просвечивать, что-то такое среднее и желательно равномерное, чтобы было, да, вот растянули такую ленточку, можно прям по длине, у меня, естественно, не вместится в кадр, но понятно, что я буду комментировать по длине по всей, и чтобы на основе у вас сантиметра там два было, потому что у нас будет усадка происходить, если вы слишком плотно к краю приваляете, да, вот, то у вас прорвется, прорвется кончик через шерсть, поэтому нам нужно сделать запас, здесь нужно побольше, чтобы оставалось, вот, и что мы делаем, просто аккуратно начинаем обкручивать, то есть я не накручиваю сразу какую-то сосиску, рулет, да, я сначала закрываю одну сторону, если толстовато, то просто отщипываете, то есть все по ходу дела, да, смотрите, как получается, вот, я сейчас вот уголок закрываю и фиксирую иголочкой быстренько, вот, вот так вот, и дальше потом начинаю подкручивать, кончик тоже подкрутила, кончик сантиметра полтора-два нужно, чтобы оставался, аккуратненько собираем, тут важно даже не то, чтобы было плотно, а важно, чтобы было более-менее равномерно, то есть вот фиксируете, самое сложное, это вот эту вот основу обвалять, то есть дальше все вообще легко, то есть аккуратно, и смотрите, слишком долго не нужно, да, вам нужно просто, чтобы держалось аккуратно, и все, и чтобы было похоже по толщине везде, больше ничего, петельку никак вам не поможет, понимаете, когда усадка происходит, у вас же все равно, как бы, шерсть усаживается, натягивается, дело не в петельке, вы можете загнуть петельку, но вам все равно нужно хвостик оставить, иначе у вас, у вас же с шерстью сядет сильно, и петелька точно так же все прорвет, ну, если, как бы, у вас есть достаточно шерсти, то у вас конец этот никак не, ну, не мешает, просто петля или нет, там должен быть запас шерсти, Можете петельку загнуть, пожалуйста, ну, плоскогубцами, это довольно грубая шерсть, ой, шерсть, проволока. Вот, и мы сейчас проходим иголкой основу. Вот, что касается ободка, то же самое, да, то есть абсолютно то же самое, только в плоскости другой. То есть точно так же мы растягиваем шерсть, подкладываем точно так же уголок. Так, все как бы по такому же принципу абсолютно, да, только вам не так удобно работать. Но суть одинаковая, вот, я точно так же начинаю, оставляю точно так же уголок, точно так же я прорабатываю. То есть ваша задача сейчас вот это все обогнуть красиво, равномерно шерстью. Вот, и здесь то же самое, да, только продолжайте огибать по кругу. Значит, я сразу скажу, что вот можно, да, вот, казалось бы, почему бы вот не взять вот так вот кусок шерсти и не положить сразу туда проволоку и вот так пополам лепешку не загнуть. То есть я так тоже попробовала, но не всегда получается как-то вот надежно зафиксировать проволоку, и она потом там такую полость создает. Мне не понравилось, поэтому я, ну, по-другому. То есть я сначала сделала вот эту вот как бы шерстяную такую вот основу, а потом на нее уже наращивала. Не могу объяснить с точки зрения конструктивного, да, почему так, но мне понравилось больше, когда вот эта шерсть уже обмотана проволокой, потом на нее настраивать. Вот, как-то вот этой лепешкой не сработала у меня. Ну, тут на самом деле не очень много времени это занимает. Не надо очень сильно стараться, да, то есть как-то сильно там утыкивать. Нужно просто зафиксировать. Я вот иголку погнула, ткнула иголкой прямо в основу. Вот, ну, сейчас мы быстренько закончим основу. Здесь. Значит, если вы хотите такой вот, как у меня, кокошник с переходом цвета, да, то основа у вас... Ну, у меня там более темно-серая основа. Тут лежит самая темная внизу, потом светлее переход, и на концах белый. Вот, то есть можно по-разному сразу, да, я выкладывала шерсть разного цвета. Вот сейчас мне тут нужно закончить. У меня получается такая вот... Можно чуть-чуть подкрутить, да, то есть для того, чтобы уплотнить и посмотреть, где у вас разная толщина. Вот, посмотреть, что у вас не слишком длинный кончик тут торчит. Аккуратно, да, чуть-чуть. И заканчиваем. С другой стороны. Ну, мне кажется... Так-так, я здесь, если что. Мне показалось, что меня выбросило из сети. Все меня слышат? Помашите мне рукой, если связь продолжается. А то мне непонятно. О, отлично, спасибо. Почему-то... Почему-то меня... Так, я здесь. Инстаграм меня опять попытался выбросить. Даже мой хороший модем не помогает. Я говорила, что это сейчас очень популярный аксессуар, кокошник. И специальный даже я, когда искала кокошники в сети, нашла много российских компаний, которые производят современные кокошники. Довольно интересно посмотреть. Вот, ну, я говорю, что, может, мы сами носить их не будем, но для детей на Новый год костюм, мне кажется, супер. Можно и корону принцессы по такому принципу сделать. Не обязательно, чтобы это был кокошник в снегурочке. Это может быть просто корона. Цвет любой. Так. Ну, все, я уже практически тут все закончила. Сейчас я кончик подваляю. Если кончик слишком длинный, потом его можно подрезать, да? Но длинный лучше, чем короткий. Чтобы, говорю, чтобы проволока не протыкала потом край. То же самое и с ободком. Там тоже нужно оставить запас. Так, ну вот, я, собственно, сваляла вот такой вот длинненький такой. Такую змею шерстяную. Так. И сейчас нужно на вот эту вот основу, да, надстроить по вкусу любую форму. Можно делать с запасом, чтобы потом вырезать, да? То есть, если не получается, из мериноса можно. Только будет тяжелее эта корона. Сейчас я извиняюсь. Ой, простите. В общем, можно сделать из чего угодно, из мериноса. Просто она, шерсть, очень тонкая. И вам придется больше работать, что усадка будет гигантская. Там нужно больше, больше тогда накладывать. Слушайте, ваши 20, у меня 20 грамм бергшафа. Если вы возьмете 20 грамм мериноса, то разница будет большая, да? То есть, потому что ваша шерсть усядет там в два раза, а у меня усядет там на 30%. Соответственно, вам нужно гораздо больше шерсти взять, чтобы такой размер такой у вас получился. Значит, мы теперь начинаем наращивать. То есть, тут берем как бы шерсть и я могу, смотрите, сложить пополам свою конструкцию, чтобы понять, где у меня, допустим, самая высокая точка должна быть. То есть, примерно я поняла. Можно отметить это как-то, но я все на глаз. Вот, и смотрите, вот то, что я сейчас делаю, я не заворачиваю вот так вот, да? Потому что слишком толстая основа получается. Я как бы буду... Довольно сложным путем пошла, но я попробовала и так, и так, и как бы мне не понравилось оборот, когда происходит. Поэтому я буду вот так, смотрите, надстраивать без заворота, да? Просто до конца у меня болтаются здесь кончики. Вот, и как бы присоединяю к основе. Пристукиваю аккуратно. Переворачиваю, и здесь то же самое повторяю. То есть, по сути, да, это как бы двойная такая конструкция, но она без подворота внизу, иначе там слишком толсто получается. Если вы попробуете другой способ, вам покажется он более быстрым, естественно, используйте его. Я просто говорю, и так, и так, покрутила. Вот мне не так. Я показал, что это как-то, ну, надежный результат. Хотя повозиться чуть-чуть подольше приходится. Я просто как бы соединяю две стороны вот иголкой. И вот кто хотел корону лесную, вот на этом этапе, да, у вас здесь серая, потом вы сюда наслаиваете другой цвет, дальше достраиваете. Просто у вас, вот у меня здесь на этом закончится все, да, по длине, а у вас дальше пойдет, вот где-то примерно, ну, в два раза длиннее будет для такой короны. Вы просто то же самое все делаете, только размер увеличиваете и цвет меняете. Кто черный делает, то же самое, да, все идентично, просто разница только в количестве шерсти по длине, да, и цвет, и все. А система абсолютно идентичная. Опять же, вот, например, можно детскую корону, да, не достраивать до конца, а вот тут такую вырезать, как у принцессы на горошине, примитивную такую. Мы делаем кокошник, а у кокошника до самого конца вот тут такое идет заужение, да. Вот, мы сейчас просто вот потихонечку наращиваем. Собственно, ну, тут самое долгое это вот это все иголкой делать, потому что валять это очень легко и просто. Вот, нам самое важное равномерно, да, все вот это все присоединить. Опять же, да, прощупывайте пальцами, смотрите на свет. Легко можно на свет лампы поднять, поглядеть, увидите, где у вас пустота. Вот, где нужно подложить шерсти. Вот, я сейчас дострою. Здесь вот кончики я оставляю пустые, да, то есть до них вот не дохожу, потому что они все уваляются, либо мы их потом подрежем, поэтому здесь я как бы так вот остановлюсь на краю. Сейчас мы... К сожалению, это довольно много работать иголкой. Но я что-то в последнее время как-то, ну, не смирилась, но понимаю, что есть вещи, которые требуют иглы, без них не обойтись. Поэтому, ну, это быстрее все получается. Вот, теперь мы с другой стороны то же самое продолжаем. Наращиваем, потом переверну и там чуть-чуть дострою. Значит, здесь есть только одна сложность во всем этом. Это вот чтобы вот здесь вот в этом месте перепада такого большого не было. То есть у нас же уже обкручена шерсть на проволоке, да, и здесь нужно, чтобы вот эта основа, она была как бы толще всего, а корона как бы утончалась. Иначе у вас будет выглядеть это как бы такая вот толстая основа, а потом такая тоненькая лепешечка. То есть тут вот нужно вот эту зону стыковки, да, чуть-чуть уплотнить, чтобы перепад был незаметный такой. Так, я сейчас быстренько достраиваю второй край. Вы, главное, руками, вот пальцами прощупываете, да, чтобы вот эта вот часть соединения проволоки, обкрученной уже, и начало короны, чтобы все было как бы одинаковое по толщине, чтобы не было резкого перепада такой ямки. Ширина полоски из шерсти. Я не говорила ни про какие размеры. Вы по вкусу делаете. Ну, у меня, не знаю, тут то, что сейчас лежит, это, наверное, сантиметров... Так, я не взяла сантиметра, но сантиметров 6-7, наверное, вот так. Это все зависит от желания вашего, насколько высокая корона будет. Моя корона, которая вот здесь вот у нее, сантиметров 5, наверное, по высоте. Вот если у вас усадка, ну, процентов 30 будет, да, может быть побольше. Соответственно, должно быть увеличено настолько. Ну, я сейчас даже не знаю, пойду ли я искать линейку. Просто я почему не... Мне сложно говорить про размеры и замеры, потому что по той причине, что мы же разной толщины сейчас с вами раскладываем, ну, скорее всего, да, то есть и усадка у всех будет разная. Поэтому есть, ну, примерные такие цифры, да, но опять же, если я сильнее вашего усажу, у меня будет меньше по размеру. То есть все зависит очень от многих факторов. У меня примерно 5-сантиметровая получается. Здесь, соответственно, сантиметров 8. Вот смотрите, сейчас у меня на одной стороне вот такая получается. Вот, а с другой стороны нужно тоже все прикрыть, да, чтобы вот это все спряталось. Так что я здесь докладываю шерсти точно так же. Ну, совсем немножко осталось тут, собственно, чуть-чуть доделать. Можно отщепнуть лишнее, если слишком широкие пошли края. Здесь вот нам нужно заужение. Просто убираете лишнее. Так. С одной стороны я уже все сделала. У меня осталось второй край. И вот тут прощупать, что у меня никаких, не проседает никаких дырочек, где у меня стыковка, да, вот это место, что все оно одинаковое по плотности. Так, сейчас у меня вот эта часть получилась толще. Перенесем немножко. Просто говорю, на ощупь это лучше. Ничего здесь лучше, чем прощупать. Все не придумано. Так, у меня остался вот этот маленький край. Просто пальцы, они такие чувствительные у всех. Мы очень часто их недооцениваем. И больше как-то надеемся на весы или на линейки. Ну, я понимаю всех, кто спрашивает. Особенно, когда ты, ну, начинаешь, непонятно, сколько взять. Ну, я говорю, ну, с кокошником тут такая система, что кто-то, вот, говорю, из мариноса делает сейчас. Кто-то из биркшафа. Вот. Какой толщины я, видите, на глаз все раскладываю. Просто, чтобы у меня было одинаково. Вот. Ну, я заранее себе отмерила шерсти. Я сказала, что кокошник у меня 20 граммов. Вот этот вот белый, который я показываю, да, он 20 граммов весит. То есть я себе так примерно и отмерила. И теперь просто это все распределяю аккуратно. Опять же, если вы хотите его выше, то шерсти будет больше использоваться. Мне кажется, что тут самое важное, это не сколько шерсти, а насколько она равномерно распределена, да, чтобы все это красиво было, одинаково, не коряво. Вот. Я чувствую, что здесь у меня дырочка. Так, ну, собственно, у меня вот уже все более-менее собралось. Потому что тут торчат какие-то волосинки, да, их можно подобрать аккуратно. Можно это и делать мокрым способом. Вот. Я сейчас проверяю, что вот у меня получается сейчас вот такая вот конструкция. Значит, края вот эти рыхлые. Тут есть два варианта. То есть все зависит от края, который вы хотите. Можно сразу было формировать, то есть аккуратно вот, да, то есть растягивать и уплотнять край, как вам нравится. Ну, вот корону уже формировать. Можно валять и в процессе подрезать. То есть можно так пойти. Можно так. Я, в принципе, когда делала свой кокошник, я оба варианта использовала. То есть изначально выкладывала более-менее ровно, а потом еще ножницами ровняла. Но можно сейчас простым путем пойти, да. Особо тут не мудрствовать. Просто чем плохи вот эти вот края такие вот рыхлые, тем, что тут у вас тоньше получается. Соответственно, уже понятно, что он не будет такой по высоте, что придется его подрезать довольно сильно. Но можно я могу прямо сейчас подрезать приблизительно. Просто на глаз могу слегка выровнять. Потом, смотрите, кокошники могут быть закругленные, да, не обязательно заостренные. Я просто срежу вам, чтобы примерно показать. Вот. У меня подрезано вот тут хорошо, когда срезано, видно, насколько равномерная или неравномерная толщина. То есть можно сейчас перепроверить и понять, где у вас просядет, да, там. Здесь у меня многовато. Я могу прямо сейчас сразу отсюда чуть-чуть отщипнуть, чтобы край приблизительно был по толщине похож. Вот. Смотрим, чтобы концы одинаковые были. Подрываем, если кончики не совпадают. Вот. Можно еще чуть-чуть подрезать. у меня получается как-то так. Я сейчас еще сюда на центральную точку положу немножко, чтобы повыше стал вот этот вот самый центр. немножко наращу. С одной стороны добавлю с другой чуть-чуть, чтобы немножко сделать отличие, чтобы было чуть-чуть этой точки. опять же кокошники, ну вот если будете делать, открывайте картинки, смотрите формы какие разные, да. То есть они бывают заостренные, бывают закругленные, бывают вообще круглые такие, да. Очень-очень разные. у меня получается сейчас вот такой вот, смотрите, такой вот треугольник. Не вылезает весь кадр, оно вот так получилось. Вот, и мы будем валять тоже поначалу в плоскости, а потом начнем изгибать. Вот, те, кто делает на ободке, у них уже изначально сейчас будет вот так выглядеть. То есть их каркас вот такой сразу будет. И валять придется уже сразу в форме. Вот, а мы будем валять изначально в плоскости. Ну, говорю, разница здесь не очень большая, просто не так удобно, когда у вас закругленная, да, форма. Это кокошник. Мы делаем кокошник вот новогодней. Кто-то делает такой, кто-то делает вот такой, а кто-то вот такой тут все по вкусу. А мы сейчас с вами собственно уже переходим к мокрому валянию. Я вот тут только чувствую, немножко хочется подложить еще кусочек. Вот. Я сейчас набираю воды себе и мыло готовлю, да, кусок мыла, воду и глиттер. Какого, какой температуры вода нам не важно, я сейчас топил наберу. Вот. И сейчас мы что делаем? Промачиваем весь кокошник водой с мылом. То есть шерсть довольно рыхлая, то есть много воды сейчас возьмет и мыло тоже. Нужно, чтобы все стало плоским и мокрым. Тоже будет понятно погрешности всякие по толщине, да, то есть надо расплющить все аккуратно. Вот. Расплющиваем. Заодно видно, где просвечивает шерсть, значит, там маловато. Можно сразу подложить без иголки, просто подкладываете туда и все. Так. все намочили и мылом пропитали. Вот. Если сейчас это говорю, где-то чувствуете тонкие зоны, сразу туда кусочки шерсти. Вот я чувствую, что у меня вот здесь тонковато на краю вот здесь. Я вот беру и просто докладываю шерсть. Ничего не притыкиваю, просто положила. Я сейчас прощупаю везде. Если где-то чувствую, что тонко просто докладываете немножко шерстики. Это тот момент, когда мы все сейчас можем подправить. Так. Подложили. У меня такая шерсть со всякими травинками. Видно грязный бергшаф. так. Ну вот, я вроде бы приблизительно так достроила. У меня сейчас уже такой легкий изгиб получается. И теперь берем наш волшебный глиттер и посыпаем по вкусу. То есть я сейчас просто засыплю как вот мне. поправьте, чтобы если у вас у меня сместилось чуть-чуть проволока, она сейчас ерзает, чтобы вот эти кончики, чтобы они одинаковые были, симметричные с одной стороны и с другой. Здесь просто не видно из-за вертикальной съемки в инстаграме. Я, кстати, поскольку это последний эфир, все мои следующие эфиры, не все, а многие эфиры будут проходить на сайте у меня, потому что многие мои кто как-то фолловеры, да, они есть в инстаграме, на фейсбуке, не все могут смотреть эфиры, а теперь у меня будет прямой эфир на сайте, все могут туда попасть. Посыпайте густо, я добавлю наверное еще золотого, перемешаю, вот, часть этого выпадет, так что я сейчас насыпала так щедро, к сожалению, оно не удерживается никак, вот на тех местах, где вы положили, все в смысле перемешается, да, и серебро, и золото, все смешается, я сейчас просто для яркости это все насыпаю, чем больше насыпите, тем больше будет блестеть, сверкать. Теперь нужна сетка, у кого сетки нет, можете пакетиком прикрыть, но лучше иметь какую-то сеточку, потому что легче работать. Начинаем добавлять немножко мыла, вот, и давим, давление, нам нужно заставить этот глиттер чуть-чуть просесть внутрь волокон, чтобы шерстинки захватили частично его, вот, поэтому давим и аккуратно протираем, и смотрите, собираем контуры, так у меня засветилось. Контуры собираем от края, так, к ободку, так, чтобы у нас не расползалась шерсть, а наоборот, уплотнялась и уже формировалась в какой-то форму окошника. Вот, чуть-чуть, сейчас притрем. Вот, я еще просто рада, что буду стримы делать на сайте, потому что смогу несколько камер поставить, наконец, работать сверху и не будет вот так вот все засвечиваться постоянно. Здесь телефон, он у меня стоит, он пытается все время на самое светлое наводиться и поэтому периодически засвечивает. Вот, а когда он будет стоять вниз, то не будет таких происходить ситуаций. Короче, хочется покачественнее, чтобы видео было. Я чуть-чуть попритирала, уже у меня прихватилось, видно, что шерстинки схватили глиттер. Вот, я сейчас аккуратно переверну и сзади, естественно, тоже сейчас все засыплю. У нас нет никаких задних частей или передних, да, у нас все видно, должно быть красиво со всех сторон. Ну, валять, на самом деле, не так долго, то есть мы самую трудную работу уже сделали. Это вот аккуратно, равномерно пристукать всю шерсть. И начинаем тут тоже точно так же подваливать. Можно с обеих сторон схватить вот так и промассировать с одной стороны и с другой. Получается быстрее, да? С одной стороны, с другой стороны. Так, я сейчас выключу, пожалуй. Так, наверное, будет лучше видно один светильник. сегодня у меня совсем мне не нравится, как запись идет. Надеюсь, вам что-то видно, потому что почему-то у меня постоянно перенастраивается камера. совсем не нравится. Вот. Я просто притираю. Как только у меня шерсть сцепится сейчас, как следует, я сетку уберу. Сетка еще глитер удерживает внутри. Валяем от краев к центру. То же самое делаем и на стороне проволоки. Смотрите, у меня постепенно она уже сама начала изгибаться. Видите? И можно сейчас в процессе чуть-чуть ее уже гнуть, чтобы у нас вот эти все заломы уходили. Мы начинаем сразу формировать. Так, сейчас мы подтянем проволоку. У меня с одной стороны проволока чуть-чуть вылезла. Следите, да, за проволокой. Можно завалять вот эти кончики поострее. Вот сейчас у меня постепенно начинает проявляться форма. Я аккуратно здесь все выглаживаю и гну ее, чтобы никаких не было заломов. Вот примерно на таком моменте, те, кто делает лесную корону, кто хочет со всякими формами и прочим, вот на этом моменте, когда у вас уже довольно плотный войлок, но еще такой пластичный. Вот я вырезаю. Я вам показываю, что я просто намечаю линии вот так вот. Между ними делаю надрезы и потом вырезаю какие-то края. Вот я даже не знаю, вырезать мне края сейчас или не вырезать. Хотите, просто тогда у меня не будет обычного кокошника, а будет какой-то изогнутый. Могу пойти таким путем. Могу в один край свалять ровный, а другой порезать. В принципе, да, это быстро. Тут самое долгое это притыкать все иголкой, а валяется это быстро. В этом то самое качество. Так, ладно, я тогда сейчас наверное попробую порезать что-то. К примеру. Ну, чтобы вы понимали, как это выглядит. то есть вот я делаю надрезы. Не надо очень глубокие делать, потому что все тянется сильно. Вот я порезала. Теперь, значит, можно вот эти все края, эти ножницы большие, можно как-то их произвольно порезать, да. То есть, видите, я ничего ни по каким шаблонам не режу. Вот, надсекаете произвольно. К примеру. Здесь то же самое дело. И вот между ними небольшие расстояния прорезаем. Если вы хотите, чтобы они друг от друга отставали, вот здесь то же самое дело. Так, сейчас мы чуть-чуть нарезаем. Нарезаем произвольно. Естественно, что у меня было больше шерсти, там, да, короткая совсем получается, но тоже симпатично. сейчас мы сделаем один край. Ровный, а второй нет. Что-то такое из головы. Вот, значит, дырочки тоже, да, если нужны, то аккуратно делайте небольшие совсем, потому что они растягиваются. Ну, оставлю такую странную корону, просто хотела вам показать, то есть, вот я порезала один край произвольно, второй оставлю прямой. И мы сейчас просто и начинайте обрабатывать все вот эти заломы, разрезы, да, то есть, сдавливаете пальцами и прорабатываете, чтобы у вас вся рыхлость ушла, да, чтобы все должно стать гладким. Естественно, чем больше у вас нарезано, да, ну, на такой основе можно сделать что угодно. Я же говорю, что я когда делала эту корону, мне больше всего хотелось бросить заняться рожками и ушками. Я на самом деле делала однажды большой заказ, у меня были там уши зайчи, тоже делала, на ободках я делала, но сейчас я бы стала делать на проволоке проще. Вот, с одной стороны, с другой, то есть сейчас наша задача это все до плотности довалять, то есть больше у нас никаких особенных сложностей тут нет. Единственное, следите за проволокой, вот, и подваливаем. Вот я сейчас проработаю уже вот эту часть, которую я... Вот, и смотрите, помните, какую я маленькую дырочку вырезала? Видите, какая гигантская дырка уже образовалась? То есть все растягивается, поэтому вам не нужно никаких шаблонов, а вы просто порезали. тут самое важное, чтобы более-менее симметрия была какая-то, да, общая. А потом уже произвольно нарезаете и тянете, куда потянули, туда и потянулось. Это же крадочес, он очень подвижный. Можно острые, видите, сделать, можно кругленькие сформировать кончики. Вот как вам нравится. Мне кажется, что для ребенка красиво такую вот какую-нибудь милую корону сверкающую. Да и в подарки, мне кажется, если девочкам там понести. Хотя я, наверное, плохо знаю, сейчас современные дети они таким не увлекаются. У меня, например, самое яркое воспоминание из детства. Это когда мне мама сделала костюм снежинки. Такая у меня была пышная измарленная крахмальная юбка, как балетная пачка. Крылышки такие были. Это все было обшито сверкающей такое. Не дождиком, такой блесткой, довольно жесткой и колючей. Вот. А у меня была корона, папа ее сделал из проволоки, сплел как раз тяру такую. И она тоже была вся обмотана вот этой вот, ну, такой дождинкой. Короче говоря, у меня, когда в детский сад привели, там у нас такие длинные скамейки были. Я мало что помню, а это помню. И я помню, что я стою на этой скамейке, ко мне подошел какой-то мальчик, и он взял меня за руку, и я как бы так гордо прошествовала по этой скамейке. Он, видимо, был так поражен вообще моей неземной красотой. Да, мишурой, да, вот такой. Она была короткая, серебристая, такая колючая очень. Короче говоря, это мое такое вот первое воспоминание именно такой женственности. классно. Вот и до сих пор осталась, наверное, одной из самых ярких. Как я там просто поразила. Потом я еще была снегурочкой более в подготовительной группе, но это все уже не так было как-то. Так, ну что, я все тру-тру. То есть задача дотереть до жесткости. Смотрите, у нас еще только час всего прошел, а корона почти готова. Это я еще сколько болтала. То есть фактически это довольно быстрый проект. Вот если бы, например, мы сразу начали валять, я думаю, можно легко в час уложиться. Да, можно, можно сделать все что угодно. Говорю, тут самое классное это то, что это очень как бы быстро лепится на основе из проволоки. И что удивительно, вот если проволока не очень мягкая, вот это 1,2 мм. Она и гнется хорошо, но и держит форму хорошо. То есть на голове вообще прекрасно сидит. Не падает, не надо никаких завязок. Вот, вот внучка уже. Значит, есть все-таки еще такие внучки, которые нравятся короны и всякие блестяшки. Так, у меня корона странного вида сегодня. Ну, я уже буду делать, какая есть, потому что хочу показать вам край, да, и хочу показать неровный край тоже. вот. Собственно, наша задача сейчас уже довалять до жесткости со всех сторон. И чтобы все разрезы тоже завалялись как следует. Вот, видите, легко как бы гнуть ее. Сейчас как раз на проволоке все крутится хорошо. вот можно уже какой-то изгиб придать. Потому что вот так она, так она у нас плоско, да, сейчас изогнута. А можно же ее как бы наклон сделать, то есть смотря как вы будете ее надевать на голову, исходя из этого делайте правильный изгиб. вот и дорабатывайте. Мне кажется, что тут вот самое важное это чтобы хорошо были края проработаны. Иначе будет выглядеть кустарно. У меня вот еще пока такая рыхлая, видите, не очень хорошо. Нужно это все заваливать. Я сейчас переведу камеру на раковину. Отмою немножко сейчас. так, видно? Да. То есть можно все прополаскивать и чуть-чуть тоже подкатывать здесь, да, под водой. Особенно это касается заломов, ой, заломов этих срезов всех, да, можно в руках покатать. Они частично сейчас все обваляются. Вот я сейчас холодной водой просто мою, чтобы жестко было все. вот уже можно заметить, что изгибается, бойлок начал форму какую-то принимать, уплотнился. так, я возвращаюсь и продолжаю, да, то есть мне нужно, чтобы пожестче все было. я честно скажу, что я пытаюсь его частично собрать, но это очень сложно. Я кладу сетку в раковину и пытаюсь его собирать, то есть часть я собираю глиттера, а часть утекает в раковину, и я надеюсь, что она не забьется. пока вроде не забилось, но я не очень много с этим глиттером работаю. Наверное, если бы я на постоянной основе начала валять, я бы придумала какую-то систему для раковины, чтобы сборник какой-то. вот, а так я с ковра частично собираю, частично валяю с ним, чтобы еще может быть что-то. В прошлый раз я делала так, что на следующий я брала следующую корону и пыталась втереть в нее остатки этого глиттера, но все равно потеря есть, все-все не соберешь. Частично он смывается все равно из короны вымыться. Не все, но часть уйдет. Так что ну его говорю, собрать его сложновато. Я могу сказать, что весь его не получалось мне собрать, но я пыталась как могла, чтобы очень большого расхода не получилось. Понемножку его там подгребало. Еще я делала эти такие бусины катала, да, из остатков шерсти, катала бусины и собирала, подбирала остатки. Ну, у меня вот хорошо в Бергшаф вообще просто идеально вваливается глиттер. Здесь просто его, ну, вся поверхность из него может быть, смотря, какая у вас шерсть, еще смотря, какой глиттер. Если очень мелкий, он либо внутрь весь уходит, либо высыпается. Если очень крупный, то тоже сыпется. у меня один от одного до двух миллиметров в банке, вот я замеряла. Такой, мне кажется, самый идеальный держится в шерсти хорошо. Запись, ну, я надеюсь, что будет, хотя, говорю, инстаграм варахлит сейчас у меня почему-то. Вот, но если все удастся, то, конечно же, запись будет. Вот, у меня уже сейчас вот получше сформировались рожки, вот эти все. я сейчас буквально еще минут пять поработаю и можно будет уже остановиться. Вот, ну, я считаю, что чем лучше сваляли, тем лучше будет держаться. Так что продолжаю тереть со всех сторон мои рожки смешные получились. Смотрите, помните, как я нарезала? Было похоже, стало вообще не похоже. Это то, о чем я говорила, что нельзя нарисовать и потом, что все точно так же будет. Скорее всего. Ну, вот, да, шерсть, я говорю, мне кажется, что вот рыхлая шерсть лучше захватывает. Я на мере нос тоже насыпала, у меня есть красная звездочка, но мне кажется, что вот такая рыхлая шерсть, она как-то легче вваливает в себя глиттер, чем, например, тонкая шерсть. Можно прикрыть, да, можно прикрыть каким-то, не знаю, какой-то тканью, да, там, не знаю, маргелландским шелком, но мне-то весь этот кайф этого глиттера показался в том, что ничего прикрывать не надо, насыпал, и оно держится. Такое просто волшебство. Так, ну, я вот эту часть более-менее подваляла, которая такая у меня нарезанная получилась, странная. Вот, теперь мне нужно чуть-чуть поработать на ровной стороне, где у меня кокошник. Ну да, пайетки прикрывают, но я, кстати, пайетки вваливала и так, частично выпадали, но есть как бы еще такая хитрость с пайетками, знаете, какая, так же, как и с бисером, собираете на нитку их, и потом кладетесь, ну, нитка в тон шерсти, и раскладываете, и они будут держаться за счет нитки, нитки просто. Нитка заваляется и будет их хорошо придерживать. Можно шерстью прикрывать, да, ну, в принципе, здесь вот они, когда я говорю, в рыхлую шерсть, они сами, как бы, считай, вглубь уходят и застревают там в сеточке, да, из шерстинок. Так, вот я тут уже уплотнила довольно сильно. Довольно ровный край сейчас у меня получился. Тут сверху сейчас еще чуть-чуть. Можно, видите, это все без ножниц, просто об коврик выравнивать, формировать аккуратненько. Вот у меня такая довольно ровная линия сейчас хорошая, то есть без ножниц. Но я вначале, помните, чуть-чуть там подровняла, вот, а потом все просто подваливалось аккуратно от края. Вот на этом этапе, если у вас край вам не нравится, вы можете взять аккуратно, да, где-то вот просто подрезать. Кстати, подрезать можно и на готовом. Если у вас отлично свалено, то не рыхлый край смотрится. То есть можно просто ножничками аккуратно подправить. я уже думаю, что сейчас пойду отполаскивать. У меня уже довольно жестко все подвалялось. Еще чуть-чуть краешки сейчас плотню. смотрим, чтобы у нас не высовывалась проволока. Если что, можно ее как бы перетянуть, да, если где-то она протыкает край. Просто подтягивайте шерсть и подваливайте. все тогда хорошо заваляется, спрячется. Не будет видно никакой пробки. Она вся внутри останется. Можно кружево валять. Можно сюда вообще можно было разложить что угодно, да. Можно потом уже на готовом расшить. Я думала черный кокошник купить стразы, да, такие черные тоже, и, например, вверх проклеить, чтобы он сам блестел, а на краях, например, было больше как-то камней. Но я пока черные не смогла найти в магазине. То есть надо заказывать, ждать долго. Но может быть все равно сделаю. Бисером расшить можно. Что я остановлюсь, а то я люблю вообще валять, пока оно все уже не стуклится водожесткость. Но сейчас можно остановиться. Вот я сейчас отполаскиваю опять, возвращаю камеру. Сейчас включаю холодную воду и отмываю все. У меня хорошо глитер держится. Чуть можно покатать напоследок. Ну последок. Сейчас камеру обратно возвращаю. Так, у меня здесь сейчас видите, сколько глиттера осталось? Много. Не очень смотрится красиво. Мне нужно что-то положить. Как-то я не подумала. ладно, положу-ка я полотенце. Вот. Сейчас нужно отжать корону. Надо было мне второй коврик принести. Я сейчас отжимаю в полотенце. Так. Ну вот Таня говорит, что измерен... Ну я говорю, я измеренос тоже делала красную звездочку. Может быть, знаете, еще у меня такая теория сейчас возникла, почему отпадает много. Может потому, что вы начинаете тереть по поверхности, а нужно как бы вдавливать. то есть попробуйте поменять технику валяния, то есть вот продавливайте с двух сторон вот так, чтобы у вас вынуждены были ваши глиттеринки внутрь проваливаться. Просто если трете, может быть успеваете уже поверхность уплотнить шестяную, а глиттер не успел пролезть. Вот может быть нужно поменять технику валяния. Попробуйте сделать образец. Можно на сухой насыпать, да, можно, я говорю, я и на мокрую, на сухую насыпала по-разному, у меня приваливается. Естественно, много отпадает, вы же сами видели, сколько я насыпала и сколько отпала, но все остальное прицепилось. Я сейчас аккуратно поджимаю, вот и здесь можно вот так, я здесь. Сегодня меня хочет инстаграм доконать напоследок, раз я решила эфир вести в другом месте, он, видимо, решил мне как-то отомстить. Я сейчас протру. Так, может воскресенье сегодня, я говорю, нормальная связь, хорошая, проверяю перед каждым эфиром, в чем дело, не могу объяснить. Так, я сейчас на секунду вас покинул буквально на секунду. Прихватила второй коврик, а то не видно на этом блеске ничего, чистый. Вот смотрите, у меня сейчас вот так выглядит кокошник мой. Естественно, его нужно дорабатывать сейчас, да, то есть, что нужно сделать? Вот эти все красиво выровнять линии, вот, растянуть, да, форму задать, там, дырочка, если нужна покрупнее, вот, если кому нужно, подрезать, подрезаете. Ну, я предпочитаю резать и обваливать края, да, на готовом тоже можно. Потом, что берем, берем станок и чуть-чуть прорабатываем, да, то есть, нужно пух такой сильно убрать, просто дракшав пушиться, вот, поэтому счищаем, да, вот этот лишний пух с поверхности, вот, можно взять ножнички и ножничками аккуратно края тоже вот подрезать, чтобы, когда смотрите на свет, чтобы вот этот пух, вот этот весь, да, чтобы он ушел, то есть, я обычно беру такие маленькие тоненькие ножнички и аккуратно подрезаю, вот так аккуратно, то есть, тут еще нужно поработать с оформлением, то есть, вот это все нужно аккуратно, аккуратно убрать, подрезать, чтобы были красивые гладкие линии, вот, ну, либо станок, либо ножницы, я говорю, края ножницами я прорабатываю, поверхность прорабатываю станком, вот, можно аккуратно внизу тоже убрать сюда, и потом, смотрите, гнем это чуть-чуть посильнее, тогда будет на голове лучше держаться, да, то есть, вот так вот сгибаем, ну, я убираю, сейчас я к вам вернусь, так, видно меня? По-моему, нет, значит, смотрите, я всегда убираю на мокром, а потом еще, ну, в сухом виде смотрю, вот эту белую корону, если взять, у нее тоже еще пуха здесь хватает, но она лучше обработана, видите, как бы у нее более гладкая вся фактура, просто сначала я долго, упорно сижу, вот, прохожу станочком поверхность, вот, потом сижу с ножничками, вот, аккуратно все вот это состригаю, тут, я говорю, не нужно прямо отовсюду, но контуры хорошо бы проработать, да, чтобы контуры были четкие, не мохнатые, вот, поэтому контуры аккуратно вот я состригаю, чтобы было гладко, вот, и вот такие пушистые тоже состригаю аккуратненько, вот здесь нужно все убрать, ну, поверхность очень легко и просто брить, это буквально там три движения и она уже нормальная, то есть тут не нужно особо, она сейчас мокроватая у меня, я бы хотела примерить, но я сейчас примерю, она странно выглядит, конечно, не просто, говорю, тут у меня вот начиналось с классического кокошника, да, здесь вот перешло в какой-то у меня оригинальный дизайн, сейчас воду чуть-чуть отожму, а то сейчас по мне потечет, подгибаете чуть-чуть потуже, чтобы лучше держалось на голове, но оно никак не, как сказать, не не надавливает, да, то есть мягко довольно сидит на голове и держится хорошо, вот видите, здесь вот резная получилась, так выглядит, это классика такая кокошника, если бы мы тут не отрезали, а здесь бы тоже все так выглядело, но может я его дорежу целиком, то есть не буду оставлять так, может быть доработаю и будет у меня вот такая корона, отдам племяннице, держится хорошо, да, те, кто делал на ободке, у них уже здесь форма, говорю, такая стоячая, здесь вот скорее вот такая форма получается на ободке, да, вот, ну это такое более к столу, классика, такой вот я себе, это на проволоке, такой же, да, примерно, только, поскромнее, покороче, он и как ободок тоже удобный, ну если особо там не добавлять блеска и разрезов, обычный, такой ободок получается, вот, и высушить, потом чуть-чуть еще подработать, можно что-то наклеить, там, украсить, это уже по вкусу, вот, но я надеюсь, те, кто очень страдал по лесной короне, вы поняли, да, насколько вам не нужен никакой шаблон, потому что вы видели, как я это порезала и как оно все изогнулось в разные формы, то есть это все просто вот руками делается, главное, чтобы некая симметрия была, а здесь важно просто, чтобы ровный край был и все, высохнет будет еще легче и держится, ну держится хорошо на голове, вот, так что мне кажется, что особенно если для детей, это вообще суперский вариант, но с другой стороны, я считаю, что мы за этот год заслужили тоже, заслужили корону себе, год был сложный и он еще есть, вот, но тем не менее, вот я могу сказать, что если бы не этот год, немного, как сказать, лицемерить не хочется, но мой год не такой был ужасный, как у многих, потому что я очень много в природе времени провела, у меня, естественно, с работой все было плохо, мастер-классы все отменены, но зато я провела много со стапоратом времени, ползала там на животе по лесам, вот, и, например, провела 8 эфиров, вместо того, чтобы быть на мастер-классах, да, то есть я сейчас обычно в это время веду мастер-классы интенсивно перед Новым годом, вот, но из-за того, что я не смогла никуда поехать, мы смогли с вами повстречаться, и для меня это тоже было классно, потому что обычное время, ну, мы все знаем, да, мы приоритеты даем работе, и хотя, если это и работа моя, но я коронами не занимаюсь, да, я делаю игрушки, вот, и на них трачу все время и усилия, а тут мне повезло, и я смогла вместе с вами побаловаться, мы наделали столько всего классного, вот, заканчиваем короной, вот, а начинали мы с печенек, снеговиков, шишек, да, снегирей наделали всяких разных, винки плели, то есть, и вам спасибо, что меня на это все подбили, вот, я бы сама, естественно, на такое не решилась, вот, значит, насчет того, где посмотреть, я вижу, что, если сейчас все хорошо, то это, во-первых, в инстаграме будет висеть, у меня, да, ну, просто в профиле, и я все мастер-классы, все вот 8 мастер-классов, новогодних, собраны в коллекции, на моем сайте, он называется, bibobopuppets.com, вот, есть переход прямой, из профиля в инстаграме, там зеленая кнопка, новогодние эфиры, или там сайт посмотреть, это все на моем сайте будет, все следующие эфиры, я постараюсь стримить с сайта, чтобы у большего количества людей, была возможность напрямую зайти, просто инстаграм могут смотреть, только те, кто в инстаграме, вот, а я еще хотела сказать, пользуясь случаем, завтра у меня будет эфир вечером, на тему моего нового предложения, то есть это будет продающий эфир, так называемый, противное слово, вот, но тем не менее, я придумала новый проект, мне очень понравилось вести эфиры, мне понравилось ощущение, что мы вместе, хотя я вас не вижу, но я вас слышу и чувствую, и читаю, то есть и мне нравится, что это больше всего похоже на живой мастер-класс, поэтому я решила рискнуть, и попробовать учить, как валять игрушки, прямо в прямом эфире, вот, поэтому завтра я в 8 вечера по Москве, буквально там на полчасика, выйду в эфир и расскажу, что будет, мы будем делать на каникулах, три разные зверюшки зимние, вот, все подробности я завтра расскажу, вот, и это будут, конечно же, это будут мастер-классы, то есть, но они не такие длинные будут, как мои живые мастер-классы, они будут укороченные, но мы будем делать за один раз одну зверюшку, вот, и, спойлеры, да, спойлеры не буду, в общем, одна моя хорошая подруга, очень хотела белку, так что там будет белка, вот, будет сова, и будет лиса, то есть, провела опрос, да, самые такие зимние животные выпали на три зверюшки, так что на каникулах, нет, это будут пальчиковые, я решила посмотреть, как пойдут пальчиковые, потом буду разбираться с большими, я буду обучать больших игрушек делать, но мне нужно отработать эфир, посмотреть, и как это провалиться на четырех часах, на эфире проще, чем на восьми часах, потому что большую игрушку быстро мы не сделаем, и потом я буду вести эфир немного по-другому, чем сейчас, а сейчас вы за мной не успеваете, вы смотрите в основном, ну, кто-то со мной параллельно делает, но эфиры, которые я буду вести с игрушками, это будет мастер-класс, на котором я ставлю себе задачи с вами вместе делать, поэтому я буду всех ждать, буду спрашивать у кого что получилось, как все идет, поэтому это будет медленнее и более, как сказать, эффективно, да, то есть вопросы прям вживую можно будет задавать, просто мне очень хочется, чтобы было максимально похоже на живой класс, даже несмотря на то, что мы друг друга не видим, да, это будет на моем сайте, это будет стрим, вот, я просто выдам ссылку, по ссылке надо будет прийти на сайт, вот, и попадете на прямой эфир, ну, просто можно будет с любого, как сказать, с любой соцсети попасть, так что это будет происходить прям вживую, в прямом эфире на моем сайте, вот, потом этот мастер-класс я планирую бюджетнее, чем обычный, да, делать, потому что он будет короче, в общем, вы сейчас спрашиваете, в какое время будут мои мастер-классы, об этом я расскажу вам завтра, вот, сейчас просто, а сам эфир будет в 8 вечера, но после этого я сделаю, естественно, пост, вот, я сделаю страницу на сайте, где будет все подробно расписано, поэтому не переживайте, информация до вас дойдет, и те, кто на сайте у меня зарегистрированы, просто как пользователи, да, я им рассылку присылаю, со всеми явками, паролями, так что, заманиваю вас, можете пойти на сайт, пройти регистрацию быструю, только ваш имейл-то и нужен, вот, и получите всю информацию напрямую сразу, записи мастер-классов, вы имеете ввиду эфиров, которые я планирую, да, они будут, да, они будут на сайте тоже, естественно, вот, но это будет, естественно, это будут мои рабочие мастер-классы, поэтому они будут стоить денег, но я планирую их сделать максимально бюджетными, насколько возможно, насколько я вообще могу себе позволить это, так что, надеюсь, вам понравится, игрушки на руку я обязательно сделаю, то есть, у меня сейчас есть несколько мастер-классов, хороших, полноценных по игрушкам, там, есть лиса, сова, ежик, лягушка, конь есть, вот, коровы, вы имеете ввиду маленькую, ну, это будет, то, что мастер-класс по корове сейчас у меня продается, это полновесный обучающий проект, гигантский, 29 уроков, там, три коровы, куча всякой полезной информации, стримы, это другое, это как мы сейчас с вами корону делали, только мы будем делать, допустим, белочку, все вместе, да, делаем, и одну игрушку, и я сопровождаю мастер-класс вживую, но после этого у вас в вашем личном кабинете сохраняется запись пожизненно, да, можете сколько угодно пользоваться, но я не пишу какие-то подробные уроки, ничего не расписываю, то есть мы с вами считать, как на живом классе работаем, кому нужны записи, тот их ведет, либо у вас остается просто запись эфира, вот, спасибо, хвалите коровок моих, я, кстати, еще попрошайничать решила, мне сказали, такую фразу умную, кто мало попросил, тот мало получил, так что я прошу, если кто со мной работает сейчас, вот, в этих проектах бесплатных, или в платных, да, оставляйте, пожалуйста, отзывы и комментарии на сайте, вот, я буду рада, просто это очень помогает для других людей, которые в себя, например, не верят, им кажется, что шишку они не сваляют, а потом они смотрят, что кто-то уже это все сделал, и они начинают верить, да, это и мне помогает продавать, и мне приятно, что кто-то справился, вот, так что там, говорю, под каждым мастер-классом можно оставить комментарии, либо отзывы, единственное, что от вас требуется, это зарегистрироваться для этого, то есть, не зарегистрированный пользователь не может, это мой сайт, вы можете в него попасть напрямую из профиля в инстаграме, вот, заходите в мой профиль, там, где моя картинка девочки с игрушкой, видите, ссылочка такая, таплинк называется, на нее нажимаете, и у вас открывается окошко с зелеными кнопками, которые как-то называются, например, купить курс, или новогодние эфиры, вы на нее нажимаете, попадаете на мой сайт, прямо на новогодние эфиры, вот, я еще в посте укажу сейчас, тоже напишу пост, сегодня, да, и напишу еще раз, как мой сайт называется, но говорю, прямой переход есть прямо с инстаграма туда, так что, спасибо, что понравился мой по коровам мастер-класс, вот, и, кстати, я забыла сказать, да, я тоже жду, жду, когда выложите побольше, у меня там на кураторском не очень много студентов, да, все самостоятельные, в основном, это мои все ученики, самостоятельно могут работать, вот, и я жду, когда ко мне кто-то за помощью будет обращаться, я же люблю курировать, в понедельник выйдет пост про новые эфиры, да, проекты, и заодно начнутся, у меня будет небольшая новогодняя распродажа, на все мои курсы, будет 20% скидки до конца года, то есть с 28-го вечера и до полуночи 31-го числа будут скидки, кстати, еще, если вы регистрируетесь, вы тоже получаете скидку 10% за регистрацию, вот, она, кстати, как-то там плюсуется, так что, я вам пытаюсь это, предложить варианты, как учиться максимально бюджетно, вот, но можете начать с бесплатных мастер-классов, вот, а потом втянетесь, и уже придете на какие-то проекты, вот, спасибо вам, я читаю, все тут меня поздравляют, вас тоже с наступающим всех, но я еще выйду сто раз, сто раз выйду к вам в эфир еще и поздравлю всех, может, я смогу ваши короны еще увидеть, не забудьте, да, что все, кто делает по бесплатным мастер-классам, если вы хотите чужие работы посмотреть или свои показать, чтобы мы их увидели, ставьте тег, тег нашего проекта кофе с редиской называется, вот, по этому тегу все-все работы за год можно поглядеть, начиная с редисок, да, и заканчивая кокошниками, там, по-моему, 12 или 13 эфиров получается, вот, всем спасибо, спасибо, мы сегодня уложились в полтора часа, ну, говорю, если бы я еще тут дополнительно не болтала, быстрее бы сделали, это я к тому, что кокошник это очень простой, быстрый проект, легкий, вот, так что делайте для детей, делайте для себя, надо Новый год встретить как следует, максимально, вот, даже если у нас у всех пижамные вечеринки, надо себя короной наградить, заслужили все, пишите, вопросы задавайте, да, я отвечу в директ или под постами, вот, а мы продолжаем, у нас столько всего интересного, вижу тут марафонщики, да, у нас Игуана сейчас идет, вот, скоро будет, я затянула с выставкой, но расскажу об этом попозже, я решила, что мы сделаем открытие выставки 2 января, когда у нас начинается новый проект, вот, так что будем отталкиваться вот от этих цифр, но я, как обычно, все подробно распишу, напишу, ни про кого не забыла, вот, всех люблю, спасибо, никаких пижам, так нет, ну пижама с кокошником, нормально, футболки, ну можно, конечно, и принарядиться, вот, всем хороших выходных, увидимся перед Новым годом еще, жду кокошников ваших, пока-пока, пока, так, я от вас ухожу, яグал, пока-пока-пока-пока, за каждый.......... Продолжение следует...